Питание в 2018-м – это как курение в 1956-м. Большинство смертельных случаев в Соединённых Штатах предотвратимы и связаны с питанием. По самому строгому из когда-либо опубликованных анализов – факторов риска, изучению глобального времени заболеваний финансировано фондом Билла и Мелиндой Гейтс. Причина смерти номер один в Соединённых Штатах и причина инвалидности номер один в этой стране – наше питание, которое отодвинуло табакокурение на второе место. В настоящее время курение убивает только порядка полумиллиона американцев каждый год, в то время как наш рацион питания сотни тысяч больше. Так что, если большинство смертей и случаев потери трудоспособности предотвратимы и связаны с питанием, то очевидно, что питание должно являться предметом номер один для преподавания в медицинских учебных заведениях. Правильно? Это первое, о чём доктор должен с вами говорить. Как могло быть такое разногласие между наукой и практикой медицины? Давайте проведём мысленный эксперимент. Представьте себя курильщиком в 1950-х годах. Смотри, среднее число потребляемых сигарет на душу населения составляло около 4000 сигарет в год. Подумай об этом. В 1950-е годы среднестатистический человек выкуривал половину пачки сигарет в день. СМИ склоняли вас к курению, и известные спортсмены с этим соглашались. Даже Санта-Клаус настолько заботился о вашем горле, что заставлял вас курить. Имею в виду, что если вы хотите поддерживать хорошую физическую форму и оставаться стройным, непременно курите. Ешьте много хот-догов, чтобы оставаться в форме, и много сахара, чтобы оставаться стройным. Намного менее калорийного, чем какое-то там яблоко. Ага, конечно. Хотя яблоки означают пользу и свежесть, однако для табачной промышленности открывалась масса возможностей для создания сигарет, ориентированных на молодежь. Они делали сигареты для детей с яблочным вкусом. В дополнение к хорошей физической форме и стройности, ублажая свое горло ради хорошего пищеварения, вы курите. Конечно, Филипп Моррис не заявлял о целительной силе. Но ведь один грамм профилактики стоит килограмма лечения. Лучше быть в безопасности, чем сожалеть и... курить. Как и еда, курение было семейным делом. Ну и дела, мамочка, ты наверняка наслаждаешься своим Мальборо. А то... Только один вопрос, мам. Ты можешь себе позволить не курить Мальборо? В 1950-е годы ваши дети давали вам сигареты. Даже ваша собака давала вам сигареты. Выпустит дым в ее лицо, и она последует за тобой куда угодно. Ни одна женщина никогда не скажет «нет». Они такие округлые, такие упругие, так плотно упакованы. В конце концов, Джон Уэйн курил их, пока он не заболел раком легких и умер. В те времена даже древние старики курили. Курили и врачи. Но это не значит, что не было споров среди медиков. Да, некоторые врачи курили каммус, но другие врачи предпочитали лакис. Так что некоторое разногласие все же было. Именитые врачи из-за высокого и беспристрастного медицинского авторитета выставляли Филипп Моррис. Даже специалисты не могли прийти к согласию. Какие сигареты были лучше для вашего горла? Так что лучше придерживаться науки. А большинство ученых курят эту марку. Это не космическая наука. Но даже космические ученые имели свои любимые марки сигарет. Мы знаем, почему Американская Ассоциация Менеджмента, возможно, подлизывалась к табачной промышленности, отказавшись одобрить доклад главного хирурга о курении после того, как им был передан чек на 10 миллионов долларов от табачной индустрии. Но почему отдельно взятые врачи не высказывались? Было несколько доблестных душ, опережавших своё время, как они есть и сегодня, стоявших против промышленности, убивающей миллионы. Но почему их так мало? Может быть, потому что большинство самих врачей курили сигареты? Так же, как большинство врачей сегодня, по-прежнему едят продукты, которые способствуют развитию эпидемий и алиментарно зависимых заболеваний. Каков тогда был боевой ключ Американской Ассоциации Менеджмента? Всё в меру. Обширные научные исследования доказали, курение в умеренных количествах, ох, это нормально. Звучит знакомо. Употребление в пищу стандартной американской диеты сегодня сродни курению в 50-х годах. Почти все, кого вы знаете, так питаются. Это нормально. Это то, чем кормят люди в больницах. Чёрт возьми. Но вам не придётся ждать, пока общество догонит науку. Снова. Иногда требуется целое поколение, чтобы что-то изменилось в медицине. Старая гвардия курильщиков-врачей и преподавателей медицинских вузов отмирают, и новое поколение занимает их место. Насколько пациентов должно умереть в этот промежуток времени? Продолжение следует...